Тема раздельного сбора мусора актуальная, популярная и безусловно важная, но в нашем регионе совершенно не реализованная. Некоторое время назад в городе начали появляться вот такие желтые контейнеры для раздельного сбора мусора. Они начали наполняться, жители к ним привыкли. Но некоторое время назад они начали исчезать с городских улиц. И жители обеспокоенной экологией теперь заинтересованы, куда же сдавать ПЭТ. Таких контейнеров в городе было 80, еще 4 в родниках. Устанавливали их представители компании «Русхимволокно». Собранную фракцию пластика отвозили на переработку в гусь хрустальный. Получалось примерно 10-15 тонн ежемесячно. Из ПЭТ при производстве можно сделать полимерное химволокно. Некогда пластиковая тара получает вторую жизнь. Из обработанного гранулята делают черепицу, тротуарную плитку, поддоны, комплектующие для машин и наполнители для одеял. Но оказалось, что контейнеры ПЭТ в городе установлены с нарушением закона. И природоохранная прокуратура, которая как раз и должна вставать на защиту этой самой природы, выступила против установки боксов. Организации были нарушены ряд требований. В частности, не было получено письменное разрешение регионального оператора по обращению с ТКО на установку пунктов для сбора отходов потребительских товаров и упаковки. В Росхимэкологии не были получены правоустановящие документы на те земельные участки, где были установлены контейнеры. По данным фактам, в отношении организации и ее директора возбуждено административное производство, которое сейчас находится на рассмотрении. По предписанию, компании положено 30 дней, затем контейнеры убрать. 10 уже с улиц вывезли. Если не будет разрешения отрек оператора и документов об аренде земли от мэрии. Представитель компании «Русхимволокно» рассказывает, хотели как лучше сделать город чище, привить жителям культуру раздельного сбора. Но не получилось. Сначала контейнеры местные не замечали, потом начали давить представителей рек оператора. Сама администрация в том году три письма мне присылала с просьбой установить по определенным адресам. Причем с двух адресов я установил. Пришлось снять контейнеры по жалобе рек оператора временно. И сейчас люди тоже звонят, просят. Пока нет письма от рек оператора, дальнейшие какие-то шаги предполагать нет смысла. Хотя, может быть, вот завтра схожу на прием в архитектуру города Иваново, скажут, какой пакет документов вставляют. А вот теперь прокуратура. Предприятие терпит убытки. Региональный оператор на письма не отвечает и на контакт не идет. Страдают еще и жители, которые хотят мусор сдавать цивилизованно, фракциями. К сожалению, мы сейчас пробивали места, куда можно сдавать раздельный мусор. И нам ответили, что пока что это все в подвешенном состоянии, потому что, похоже, по всему городу убрали эти контейнеры. В последнее время культура раздельного сбора мусора возрастает. Все больше людей начинают об этом заботиться. И я поспрашивала своих просто знакомых. Они сказали, что с удовольствием бы тоже собирали раздельный мусор, если бы были для этого условия. Мусорными вопросами с прошлого года в Ивановской области занимается региональный оператор по обращению с ТКО. На них все контейнерные площадки, частные секторы, свалки. Первым этапом масштабного проекта рекоператора по освобождению субъекта от мусора было налаживание схемы вывоза. Второй этап – как раздельный сбор. Правда, пока в перспективе, в дальней. Стать, как европейские страны, где стекло, пакеты и бумага отдельно. У нас же с 1 июля данная услуга стала коммунальной. И не было законодательства коммунальной, и не было на федеральном уровне. То есть у нас в собственном генельном участке несет время содержания контейнерной площадки. А региональный оператор обязан установить на эти площадки контейнеры. И установить ее собственный счет. Соответственно, третьей какой-либо страны правилами не рассмотрено. Соответственно, у собственного генельного участка есть всякая операция. И никакой от этой стороны быть не должно. Переход на раздельный сбор очень медленный. Пока площадок всего 5. Они установлены на ПО-14. Еще 120, по информации рекоператора, контейнеров для ПЭД до конца осени разбросают по городу. Карты, правда, нигде нет. И узнать, куда можно будет отнести пластик, не представляется возможным. Анастасия не поленилась бы отвозить ПЭД-тару и в отдаленные районы. Знать бы куда. Девушка рассказывает, вопросами экологии увлечена давно. Даже заносила Ивановские улицы на карту Гринписа. Зеленые обещали установить контейнеры по требованию. Пока результата нет. Сейчас есть такой прогноз, что к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыба. То есть настолько остро сейчас стоит проблема с этим. Также еще поступает информация о том, что частицы микропластика находятся и в морской соли, которая поступает на прилавки наших магазинов, и в рыбе, которую многие едят. То есть пластик, мы употребляем пластик, он уходит в природу, природа отдает нам его опять. Дмитрий Селиверстов вопросом раздельного сбора болеет уже долгие годы. Даже добился установки двух контейнеров – на Куконковых и на Нимлофт. Понимание вроде бы от всех органов власти есть, но дело движется медленно. Просто нужна плановая установка, и они это могут делать на законном основании, чтобы исключить такие вот факты, что люди выходят, а там пусто. А некоторые действительно мне пишут, Дим, я вот коплю на балконе, куда сдавать. Стекло сейчас перестали принимать из-за финансовых вопросов, то есть его возить просто в ноль никто не будет. И поэтому сейчас самые активные пока фракции в нашем именно городе, в наших реалиях – это бумага, пластик и пленка. Чем закончится принципиальное противостояние рекоператор против русским волокно, пока не ясно. Но последние явно в меньшинстве. Не исключено, что все их боксы для сбора ПЭТ уберут. А вот вопрос раздельного сбора затянется еще на неопределенное время. Не стоит торопиться, отмечают в природоохранной прокуратуре. Дело даже не в контейнерах. Нынешняя территориальная схема обращения с ТКО раздельный сбор и вовсе не предусматривает. Мария Смирнова, Антон Осипов, Анатолий Логинов, РТВ Иванова.